Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, психолог Елена Кучинская. Наш разговор будет о том, как мыслят успешные люди. Ведь мысль сотворила нас. Если разум человека полный злых мыслей, страдания следуют за ним. Если же мысли человека чисты, радость следует за ним, подобно тени. Будьте уверены в этом. Ведь на Земле нет ничего, что было бы человеку недоступно. Как только признаётся этот факт, то можете иметь то, что захотите. Существует закон психологии. Если вы формулируете в своём разуме картину того, кем вы хотели бы стать, или достаточно долго сохраняете эту картину, то скоро в точности вы получите то, о чём мечтали. Порой наши сомнения и страхи, которые напоминают о причинах неосуществимой мечты, мешают, ограничивают ваши возможности. И самым важным ментальным и духовным принципом, который когда-то был открыт человеком, заключается в следующем. Вы становитесь тем, о чём думаете большую часть своего времени. Ведь окружающий мир — это по большей части зеркало, которое отражает ваш внутренний мир. И то, что происходит снаружи, вокруг вас, является проекцией того, что происходит у вас внутри. Мы можем рассказать о внутреннем состоянии человека на основании внешних обстоятельств его жизни. Разум человека обладает необычной силой. Мысли наши управляют и распоряжаются почти всем, что с нами происходит. Они нас могут развеселить, опечалить, даже иногда и мгновенно. А в материальной сфере мысли могут способствовать успеху или неудаче, процветанию, а порой и нищете. Мысли и те действия, которые они стимулируют, определяют всю нашу жизнь. Но самое главное — это то, что они полностью находятся под вашим контролем. Оптимистические мысли приводят в движение воображаемой картины, а также сопровождающие их эмоции. А эти образы и эмоции приводят в движение убеждений и поступки. Поступки имеют последствия и результаты, которые определяют то, что с вами происходит. Если вы будете думать об успехе и верить в себя, то почувствуете себя сильным и компетентным и начнете лучше делать все, за что беретесь. А если думать, что наделаете кучу ошибок или запутаетесь, то работа, конечно, не заладится, какими бы способностями вы не обладали. Те картины и образы, порождаемые именно вашей фантазией или внешними импульсами, генерируют идеи, вызывают эмоции и формируют соответствующие им взгляды. Затем они приводят в движение поступки, ведущие к определенным результатам. Ведь поступая так, как будто вы уже счастливы, позитивно настроены и уверены в себе, вы вскоре начнете на самом деле испытывать эти чувства. Ваши действия, в отличие от эмоций, находятся под вашим же контролем. Закон веры гласит, во что вы с убеждением верите, то и станет вашей реальностью. Убеждение в значительной степени определяет всю вашу реальность. Вы верите не в то, что видите, а скорее видите то, во что уже поверили. Могут быть жизнеутверждающие убеждения, которые наполняют счастьем и оптимизмом. А вот негативные убеждения относительно себя самого и своих потенциальных способностей действуют как дорожное заграждение на пути реализации всех ваших возможностей. И самыми вредными являются самоограничивающие убеждения. Эти представления о себе самом и своих потенциальных возможностях, которые удерживают на месте и не соответствуют истине. Вот такие убеждения формируются на основе информации, которую получили в детстве. Если вы убедили себя в том, что не способны иметь отличное здоровье, обрести счастье или заработать много денег, то это станет вашей истиной. Закон тяготения говорит, что разум — это живой магнит, притягивающий в свою жизнь людей, идеи, благоприятные возможности и обстоятельства в соответствии с основным направлением ваших мыслей. Когда вы рассуждаете позитивно, оптимистически, полны любви и успеха, то вы создаете силовое поле магнетизма, которое притягивает то, о чём вы думаете. Преуспевающие люди — это те, кто мыслит более конструктивно, чем те, кто добивается успеха. Они сеют лучшие семена и в результате собирают больше урожай. Если вы научитесь мыслить и действовать как преуспевающие, счастливые, здоровые и процветающие люди, то скоро будете наслаждаться такой жизнью, как они. Если вы измените мышление, вы измените и свою жизнь. А когда вы окрашиваете свою жизнь в чёрные цвета, вы тем самым лишаете себя радости и счастья. Мы уже привыкли заботиться о своём теле. И ни у кого не возникает вопрос, зачем и как это надо делать. Достаточно выбрать наиболее подходящую для себя систему питания, вид спорта и ухода. А вот с мышлением, несмотря на доступную информацию, по-прежнему большая путаница. Мало кто задумывается, как его надо тренировать, как же это правильно делать? И в чём особенности мышления успешного человека? Почему же мышление становится ключевым фактором достижения успеха? Ответ прост. Потому как человек мыслит, так он и действует во внешнем пространстве. Это прямая связь и зависимость. Так предприимчивых людей отличают от тех, кто сидит на зарплате, на нелюбимой работе, образом мыслей. Отсутствием страха, умением рисковать, делать шаги в неизвестность, пробовать новое. Они держат фокус внимания на возможности, где заработать, а не на том, что у них не получится. Зачем нужно это особое мышление? Представьте, что вы не знаете правила дорожного движения и выезжаете на большое скоростное шоссе. Вы вряд ли доедете куда-то, а путь покажется совсем враждебным и небезопасным. Зная же правила движения, вы можете легко и спокойно достигнуть цели, построив наиболее рациональный и быстрый маршрут. Необходимо тренировать свое мышление, как мышцы в тренажерном зале, чтобы оно было устойчиво и гибко, выстраивало вам путь в светлое будущее, а не ограничивало вас. Формировать свои цели и мечты, картинку той реальности, в которую вы хотите прийти по итогу. Тут важно, чтобы ваши внешние цели были привязаны к вашим ценностям, внутренним целям. Важно оценивать, насколько ваше окружение тянет вас вверх или вниз. Полезно вдохновляться историями успехов разных людей, расширять свой контекст реальности. Главное не забывать, что о своем мышлении надо заботиться не меньше, чем о теле и здоровье. Когда человек научится менять свое мышление и не поддаваться власти мимолетных эмоций, он начнет испытывать удовольствие от жизни. Ведь каждый из нас рожден для того, чтобы наслаждаться, а не для того, чтобы изводить себя, задыхаться в неприятных мыслях. Никто не может заставить чувствовать вас неполноценным без вашего согласия. Одна из цитат Максвелла гласит «У идей короткий срок годности. Вы должны начать действовать до того, как этот срок закончится. Не откладывайте на завтра то, что можно выполнить уже сегодня, прямо сейчас». С вами была психолог Елена Кучинская. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Переходите по ссылкам в описании на мои социальные сети. Делитесь своими мыслями в комментариях. Всем добра! До новых встреч, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...